Спасибо большое за предоставленные возможности. Я на самом деле очень волнуюсь, потому что тут в этом докладе не будут не только собственные наши данные нашего онкологического центра, но и те данные, которые нам предоставили коллеги из Санкт-Петербурга, поскольку программа расширения доступа, о которой Лев Вадимович говорил, она проходила одновременно в нескольких центрах. И мы не смогли, конечно, включить сюда в анализ сейчас всех пациентов, которые принимали участие в этом исследовании, но мы сделали некий промежуточный анализ, куда вошли данные по трем центрам. И поскольку это не было запланировано исходно как исследование, то объединение таких данных – это всегда большая ответственность, и мы постарались все, что могли, здесь свести в какую-то единую позицию. Но некоторые вещи я представлю отдельно по тем пациентам, которые пролечились у нас в онкологическом центре. В будущем мы, возможно, сделаем более тесный, еще обобщенный анализ между центрами. Ну, собственно говоря, исследователи, которые предоставили свои данные, спасибо вам за это. Давайте идти дальше. Я не буду останавливаться на механизмах действия, очень подробно их осветили в предыдущих сообщениях. Я хочу остановиться на технических моментах, кому, собственно говоря, мы выдавали препараты пилимума. Значит, основные критерии, на самом деле, это очень широкие критерии включения, и, по сути дела, это самое, что ни на есть, распространенные пациенты с диссиминированной меланомой, которые встречаются в реальной клинической практике. Люди, которые могут перенести лечение, люди с хорошим общим состоянием, люди, у которых даже могут быть метастазы в головной мозг. Главное, чтобы они не требовали терапии кортикостероидами. И единственный нюанс – это отсутствие каких-либо активных аутоиммунных болезней. Если такие болезни были, то нам их включать не разрешали, как мы не хотели это делать. Значит, схема лечения заключалась в том, что препарат, как и в регистрационном исследовании, вводился всего 4 раза, не больше. И интервал введения составлял 21 день, в дозе 3 мг на килограмм, и инфузия длилась 90 минут. То есть, максимум человек мог получить 4 введения, после которого наступал период наблюдения. Я остановлюсь позже, некоторым пациентам допускалось повторное введение препарата, так называемая реиндукция. Но это было меньшинство, и об этом мы поговорим подробнее отдельно. Значит, вот то, что касается тех пациентов, которых нам удалось посчитать в этом анализе. Всего в онкологическом центре получило лечение, хотя бы одно введение получило 150 человек. Вне онкологии Лен-Петровой на сегодняшний день хотя бы одно введение получили 72 пациента. Еще несколько человек находятся в скрининге. То есть, общее число достигнет, наверное, 300, да, вы правы ли, Вадимыч? Значит, и в онкологическом городском диспансере Санкт-Петербурга 20 пациентов получили лечение или сейчас находятся в процессе лечения. Теперь по поводу реиндукции. Часть пациентов, которые после успешного завершения вот этих 4 введений, и после того, как у них отмечалась, либо длительная стабилизация, больше 3 месяцев, либо, тем более, уже ответ на лечение, и была хорошая переносимость, потом, в последующем, при наступлении прогрессирования, могли получить повторный курс, повторный курс лечения эпилемомабом. И в нашем центре таких было 12 больных, в институте онкологии Лен-Петровой 5 пациентов. Вот, значит, в городском диспансере таких пациентов не нашлось пока, но вполне возможно, что через некоторое время такие ситуации может возникнуть. Хотя программа на сегодняшний день практически закрыта, и новых пациентов мы включать уже не можем, к сожалению, для нас, для всех. Клинические характеристики больных. Значит, то, что мы могли собрать по двум центрам, потому что эти данные были предоставлены двумя центрами. Ну, в принципе, это сопоставимый возраст. У нас не было статистических различий между двумя центрами. Единственное, да, что нас немножко удивило, у нас было меньше мужчин в нашем центре, у нас было всего 36% мужчин, а в институте онкологии Лен-Петрова, наоборот, было, значит, меньше женщин. Так, значит, что еще у нас было? Что касается общего состояния по шкале ЕКО, то оно было сопоставимым, у нас тоже не было различий. И единственное, что, значит, тоже данных мы не получили от других центров, это по локализации первичной опухоли. Я хочу обратить внимание, что в этой программе допускалось участие не только пациентов с меланомой кожи, но и пациентов с редкими локализациями, это меланома хореоиды, меланома слизистых оболочек или метастазовая меланома без выявленного первичного очага. Таких пациентов было меньшинство, значит, мы посчитали, но анализ провели для 60 пациентов по нашему центру, где таких пациентов было меньшинство. Большая часть это все-таки меланома кожи. Что касается предшествующих линий лечения, предшествующих линий терапии, я хочу обратить внимание на то, что, в общем-то, многие пациенты были уже хорошо пролечены до этого, имеется в виду, получили много вариантов разного лечения, включая разные цитотоксические режимы, полихимиотерапию, и либо по причине непереносимости, либо по причине, значит, прогрессирования были включены в программу расширенного доступа к препарату. Большинство все-таки мы старались включать как можно быстрее, поскольку это лечение обещало быть более эффективным, чем все существующие опции на сегодняшний день. И, естественно, после второй или третьей линии основная масса пациентов получала лечение в программе расширенного доступа к эпилемумабу. Но были пациенты, которые получали после четвертой и пятой линии и так далее. Еще один важный показатель – это уровень ЛДГ, который мог быть выше или ниже верхней границы нормы. Вы знаете, что уровень ЛДГ выше верхней границы нормы – это очень плохой прогностический знак, и выживаемость таких пациентов существенно ниже, чем у пациентов с нормальным уровнем ЛДГ. И примерно у 40%, 45%, то есть у половины больных в нашем центре он был повышен, и почти у 70% наших питерских коллег этот показатель был повышен. Но в целом мы получаем некое среднее число – половину, 56%, которые пациентов с плохим прогнозом, по-настоящему плохим прогнозом. То, что касается количества введений эпилемумаба, потому что не все пациенты могли завершить это исследование в полном объеме. Некоторые пациенты по причине тяжести общего состояния заканчивали его раньше срока, некоторые по причине развития нежелательных побочных эффектов заканчивали его раньше. Но все-таки 77% закончило весь курс, смогло его получить, все 4 введения. Это касается данной нашего онкологического центра имени Блохина. И 13% получило 3 введения, ну и меньшее число – одно или два введения. Что касается одного или двух введений, то тут основная причина досрочного прекращения было прогрессирование болезни. А что касается вот этой части, то здесь это развитие нежелательных побочных эффектов. Среднее число введений в нашем центре составило 3,6 на одного пациента, а в институте онкологии Петрова – 3,3. Ну то есть больше, существенно больше половины людей получили 3 введения или больше. Полные ответы на лечение, частичные ответы, стабилизация и прогрессирование мы старались оценивать именно по критериям рецис. Вы знаете, что для иммунологических препаратов разрабатываются разные критерии, включая специальные иммунологические критерии. Но мы пользовались привычными для всех людей, которые занимаются лекарственной терапией, опухолей, критериями рецис, и получили следующую картину, что у отдельных пациентов наилучшим ответом на лечение, и да, это отдельный разговор, что речь идет о наилучшем ответе на лечение, значит, был полный ответ, у некоторых был частичный ответ, и у большей части позитивная роль препарата вкладывалась в картину стабилизации. И приблизительно, значит, половина людей, или чуть больше половины людей, не имели объективных ответов на лечение на фоне этой терапии. Значит, вы можете видеть некоторую разницу между центрами в отношении частичных ответов на лечение или стабилизации в процентных долях, но ни по одному из этих показателей мы не получили статистических различий, хотя размер выборки, который мы получили для анализа, примерно сопоставим, но, тем не менее, каких-то различий мы не видим, и мы можем, наверное, считать, что вот этот объединенный анализ, он отражает ту картину в нашей популяции, которую мы можем иметь. Ну, это то же самое в графическом изображении. Значит, я хочу продемонстрировать некоторые данные из нашего центра, потому что эти сведения нам было легче получить. Что касается трансформации ответов на лечение, из прогрессирования, например, из псевдопрогрессирования в частичный ответ. Обратите внимание на следующую вещь, что первая оценка происходит, как вы поняли из предыдущих сообщений, она происходит не раньше, чем через 3 месяца от начала лечения. Все иммунологические эффекты реализуются не быстро, и 12-я неделя – это тот самый первый элемент, когда мы можем оценивать первый эффект этого препарата. И обратите внимание, что больше, чем половина людей, по нашим данным, имело прогрессирование болезни. Но при продолжении наблюдения мы подтверждаем хорошо известный феномен псевдопрогрессирования, когда часть у части пациентов, у двух пациентов, значит, вновь выявленные или увеличенные очаги, дальше подверглись без дополнительного лечения и регрессии. И таким образом, наилучшим ответом на лечение у них стал частичный ответ, который длится у некоторых пациентов и по сей день. То, что касается кривой выживаемости без прогрессирования, это, наверное, не самый удачный показатель для этого типа лекарств, поскольку вы видели эффекты феномена псевдопрогрессирования, мы не можем их здесь никак фиксировать. И медиана выживаемости без прогрессирования совершенно очевидно равняется этим 12 неделям. Ну, то есть 2,96 месяца. Больше половины людей имеют это прогрессирование здесь. Но что касается общей выживаемости, то здесь мы видим довольно любопытные результаты после объединения данных. Они лучше, чем были представлены в клинических исследованиях. Я пока не готов комментировать, с чем именно это связано, но они действительно в плане количественном выглядят очень впечатляюще. И мы имеем, значит, раскладку по месяцам, что 12-месячная выживаемость общая составляет 62%, а двухлетняя практически 36%. Но это сопоставимо с теми данными, которые получены в крупных исследованиях. Следует обратить внимание, и хотелось бы обратить на это внимание, что у части пациентов, у которых мы фиксировали прогрессирование, этот график демонстрирует каждого из пациентов, включенных в анализ. А каждая горизонтальная линия – это то время, которое мы регистрируем от начала лечения до прогрессирования. То есть здесь, в общем-то, индивидуальные данные пациентов. Это данные по общей выживаемости были. А вот если вы обратите внимание, что у части пациентов, у которых мы фиксируем прогрессирование, данные по выживаемости все-таки выглядят намного лучше, чем могли бы выглядеть, если мы говорили о других лекарствах, цитостатических в том числе. То есть прогрессирование наступило, но тем не менее, общее состояние или это не сказывается на ухудшении общей выживаемости. Есть часть пациентов, которые совершенно очевидно имеют плохой прогностический знак, возможно, это пациенты с плохими данными по ЕКОК или по ЛДГ, или по распространенности болезни, которые явно не испытывают пользу от этого препарата, у которых, в общем-то, прогрессивно наступает на 12 недели, и, в общем-то, общая выживаемость не превышает такое число. Но есть группа пациентов, которые явно могут быть практически излечены или не прогрессируют на протяжении почти 40 месяцев от начала лечения, и их выживаемость без прогрессирования совпадает с общей. Но есть существенная доля пациентов, и вот эта доля, которая нам... 5 минут еще буквально. Да, мы еще покажем клинический случай, и все. 5 минут. Хорошо, я заканчиваю. Но это важный момент, Левадимыч. Хорошо. Нет справедливости в этой жизни, да? Я хотел сказать, что вот именно этого, этой категории, мы хотим найти какие-то биомаркеры, которые бы показали нам, почему здесь выживаемость без прогрессирования не транслируется в ухудшение общей выживаемости. То есть это та категория лиц, которые могут здорово выиграть от таргетирования, то есть от выявления нужной популяции пациентов. Мы провели некоторый анализ в зависимости от некоторых факторов риска. Ожидаемый более высокий уровень ЛДГ приводил к худшей выживаемости. Ответ на лечение был связан с лучшей выживаемостью. Лучшее состояние по шкале ЭКОГ был связан с лучшей выживаемостью. И нежелательные явления тоже были связаны с лучшей выживаемостью. Но влияние некоторых факторов прогноза мы проанализировали в виде такой форест-плота, мета-анализа, который нам демонстрирует, что высокий ЛДГ существенно ухудшает прогноз для пациентов с меланомой. И М1С стадия тоже существенно ухудшает прогноз для больных с меланомой. А вот теперь, Леон Вадимович, вам вопрос. Как вы считаете, эта женщина, которую мы бы хотели включить в такую программу или назначить бы ей иммунотерапию, как вы считаете, она хороший кандидат для этого лечения или нет? Это объемное образование в печени, например, размером 7 см, высокий уровень ЛДГ, 1638. Я вот так отвечу. Например, если это глазная меланома, кожная меланома, а другие метастазы есть? Есть, но это самый крупный. А где другие метастазы? Разобрешенные лимфоузлы легкие. Тогда как долго развивался вот этот процесс, развивался в печени? Примерно полтора года. Фу, конечно, я бы выбрал его, этого человека кандидатом на лечение. И вы бы не ошиблись. Да. Потому что ровно через год, обратите внимание, мы наблюдаем после начала лечения терапии пилиммаба, мы наблюдаем существенное сокращение размеров этого узла и других узлов, стабилизацию болезни, в общем-то, когда химиотерапия перестала работать. И, Леонид Вадимович, обратите внимание, что к 2015 году эффект сохраняется, а ЛДГ по-прежнему все еще ниже нормы. То есть это, в общем-то, позитивный пример. Значит, что касается нашего опыта по побочным эффектам, я немножко дополню данные Светланы Анатольевны, то у нас есть ряд проблем. Давайте, давайте. Так вы никогда не закончите, я вам помогу. Вы, вот сейчас будут вопросы по побочным, расскажем, да? Так, доктор Новик, вы будете выступать? А, вы, то есть вы отдельно не требуете? А, хорошо, а вы не на июре будете? Вам сколько нужно времени? Восемь минут. Восемь минут? Тогда тебе еще две минуты. Ну, собственно говоря, я хотел продемонстрировать несколько демонстраций с сыпи, несколько демонстраций ярких побочных эффектов, которые возникают на фоне нашего лечения. Вот, и несколько элементов статистики, которые тоже мы собрали по двум центрам, да? Обратите внимание, самая частая проблема – это все-таки кожные побочные эффекты, да? Это проблема с диареей, колитом, эндокринопатии, с которыми мы столкнулись неожиданно часто. 6% людей имели либо гипофизиты, либо тиреидиты. Но, на самом деле, большая часть случаев легко контролировалась при помощи глюкокортикоидов и не требовала никаких серьезных вмешательств. Но были, конечно, три тяжелых осложнения, с которыми мы старались справиться, но не справились. Один был в нашем центре, прошу прощения, два было в нашем центре, один был в центре онкологии имени Петрова. Не совсем типичное течение этих побочных эффектов, когда был тут опечатка почечной недостаточность, у нас тоже был нефротический синдром с почечной недостаточностью. Но, тем не менее, это редкая вещь. 1,4% на 100, почти на 200 человек. Надо с этим делом разбираться. Мы так это, конечно, не оставим просто. У нас запланированы ряд мероприятий на этот счет, чтобы понять, собственно говоря, что произошло и что мы должны для этого сделать. В основном, все вещи, которые связаны даже с тяжелым, с высоким подъемом ферментов, Светлана Анатольевна демонстрировала, у нас тоже были похожие случаи гепатитов, эндокринопатий. Глюкокортикоиды, назначенные по алгоритму, здорово помогали справиться с этим состоянием. Ну, собственно говоря, демонстрацию элементов с ЭПИОМ показал, а больше у меня нет слайдов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.